Журналисты телеканала Катунь-24 обнаружили алтайскую принцессу. Она уже в пути. Яркая обложка, идеальный твердый переплет и захватывающий сюжет. Так выглядит алтайская принцесса в печатном варианте. Налоговый триллер Евгения Севкова привлек внимание куратора проекта «Книжный шкаф» Владимира Токмакова. Евгений Севков, специалист в области финансов, сам придумал такой жанр. А вдохновила писателя история принцессы Укока, которую нашли в республике Алтай. Формируя наш книжный шкаф, мы стараемся треть литературы поставить серьезной. То есть это серьезные книги, это действительно мировая, зарубежная, русская классика. Это даже специализированная литература, всевозможные словари. Чтобы всем людям, скажем так, в различных потребностях было, что взять с собой дорогу. Это главная цель нашего проекта «Книжного шкафа». За два года существования проекта нам принесли тысячи разных книг. Самые интересные издания отправятся в один из книжных шкафов «Катунь-24». На железнодорожный вокзал или в городскую больницу номер 11. Взять их может любой желающий. Я могу сказать, что на вокзале, как только мы делаем выкладку, то есть книги выкладываем, книги расходятся за несколько часов. То есть нам работники, служащие железнодорожного вокзала, звонят уже через несколько часов, говорят, ребята, у вас книжный шкаф пустой. То есть приезжайте, привозите еще. Если у вас есть книги, которыми вы готовы поделиться, привозите их в нашу редакцию. Напоминаем, адрес Пролетарская 250. Или позвоните по телефону 65 22 25. Мы приедем за книгами сами. Теперь у жителей и гостей Барнаула есть уникальная возможность взять книгу с пожеланием от телеканала «Катунь-24» и автографом Владимира Токмакова. Найти ее вы можете на железнодорожном вокзале в нашем книжном шкафу. Анастасия Романова, Иван Сухасыр. Новости.